всем привет ну что зрители моего канала либо новые подписчики либо просто зрители сегодня будет такое небольшое обучающие видео по каналу давно и уже не снимал ролики во-первых основные ролики про копия уже не снимал пять дней а про обучение уже не снимал около года так что пора наращивать сегодня это дело сегодня будет про карты и сайты какими я пользуюсь это добавлю это видео для таких вот научков которые как сказать только начинают либо в прошлом году начали либо в этом еще не успели познать всей сути поиска и как вообще начинать учиться этому с чего начать какими сайтами пользуются вот сегодня я попытаюсь вот этот рассказать какими сайтами пользоваться следующих видео будет подробно как искать как выбирать места ну и так далее в общем выбрал я вот 4 сайта 3 по которым я в принципе пользуюсь ну начнем наверное с первого это обычная яндекс карты очень удобно вот например я живу в санкт-петербурге вот открыл я санкт-петербург 3d тут есть все одно нам надо что нам надо спутник вот он вот вот он спутник например вот куча лесов например например посмотрим леса сегодня ну вот например откроем просто лес какой-нибудь там безлюдный вот смотрим можно искать вот по этим тропин очкам по всяким полям и так далее смотрим точку например забиваем сейчас как он получше вот два озера ориентир посмотрим вот два озера ориентир например вот под одним озером смотрим офигенное поле вот и куча видимо каких-то дорожек потом берем мне из три сайта это будет это место точку руб на этот сайт я оставлю ссылку в описании естественно чтобы вы им пользовались потом у нас есть ретро ман этим сайтом тоже я очень пользуюсь прошу мне он нравится я о каждом я сегодня расскажу и сайт конечно вики марки тоже пользуюсь мне очень удобно этими сайтами ну нашли мы какое-то место точку так вот это место нас слева тут будет изображена наша как бы современная карта мы можем тут вот спутник тоже выбрать также можно схематически можно гибрид но это тот же спутник только здоровая и тут мы выбираем уже карты непосредственно вот выбрать карту и так далее но нам надо найти эту точку где 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 мы сейчас и нашли там и вот как ориентир я взял эти два озера что очень удобно сейчас погрузится слишком близко вот это поле справа мы видим также эту точку она у нас где-то тут по центру не вижу вот переключим сейчас например на другую карту слева не уходит справа вот она эта . 1 47 год нам не интересно что-то он не хочет почему-то переключать на другие карты если будет какой-то шум от компьютера не переживайте и извиняйте это просто компьютер шумит он немножко вот возьмем 6 1 года карту топографического место у нас не поменялось тут смотрим так что у нас тут было приблизим чуть-чуть после этого корейского першек ладно допустим видим тут холмики непонятные ладно попробуем еще пораньше можно влево-право перелистать и как у нас будет увеличиваться так это слишком большая это уже финская сейчас найдем как по неподходящую карту что прям показал но сайт в принципе выглядит вот так слева у нас современная карта справа она центруется на ту точку где мы слева указали это очень очень удобно вот этими картами я пользуюсь тут можно же скачать карту как видим справа на свой телефон на компьютер куда нам угодно и наверное может быть даже в следующем видео я расскажу про мобильные приложения которыми я пользуюсь непосредственно уже на точке поиска вот 42 год как мы видим тут куча домов вот под этим то есть получается вот тут можно будет искать очень даже хорошо тут везде можно искать потому что были дома на примере этого места и следующих видео я тоже буду рассказывать как например тут ориентироваться не только вот там дом ну как прочитать это место лучше и чтобы она была продуктивным так в принципе по этой карте мы поняли вот тут можно скачать карты и потом когда я уже буду рассказывать про приложение которыми я пользуюсь можно отсюда скачать карту туда и вставить по этой карте непосредственно уже на копии ориентироваться смотрим следующий это называется карта в этом тоже вот на сайте на главной странице мы увидим работа с картами можно также выбрать тут две карты нажимаем как я лично делаю план москвы план москвы нам не интересен я жму в санкт-петербурге пока мы закроем я вам так буду образно рассказывать показывать что уточнять не будут все моменты все моменты интересные кто кому чего захочется услышать напишите в комментариях и естественно вам расскажу подскажу либо вконтакте пишите естественно вот нашли мы снова это же озеро центруемся под озером вот мы слева видим это у нас как чуть-чуть гибрид стоит на например поставим яндекс лучший гибрид на это как спутник вот тут у нас стоит осмешка карта включен дуб ты 2000 первый год этой карте ничего вот тут сразу же сердце что за картинка вот мы видим что тут еще даже какой-то 12 дом сарай написано было пали на почему переключилась увеличивает увеличу я понял вот мы видим вот на этой точки тут сарай и слева как видите у нас он показывает где мы сейчас так им картой вот в принципе по карте до слева у нас современная дорога справа у нас сарай где-то получается где где-то где-то там лесу посмотрим 75 год еще карту и перейдем к следующей карте к следующему сайту так 75 год у нас не хочет грузиться попробуем включить 41 если у нас прогрузится что-то у нас не хочет грузиться почему-то переключает на стандартную карту может быть возможно разрешение большое не знаю в общем так вот этой картой можно пользоваться возможно мне тормозится за того что у меня работает записи кроме еще вот этот попробую сейчас закрыть это место . в принципе не тормозит не понимаю что с картой происходит по 1 в общем по этой программе в принципе понятно вот у нас вы а вот 41 год выдал все-таки за грехом пополам вот мы смотрим сколько тут было домов и справа и слева современные вот этой дороги на саму сюда будет шлистить кто копает в питере знает эти места наверное уже может там ладно вот смотрим еще карту сайт точнее пользуюсь еще вики мобильей вот такая удобная карта она не просто карта вот эти наши озера оп 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 вот тут можно справа у нас карта любимой мы видим вики мобиль у нас стоит можно включить спутник вот он спутник какие-то проблемы возникли нам ладно это нам не касается выбираем тоже место вот но тут у нас никаких позначений есть вот соседние есть что тут у нас обозначает руины слева у нас будет описание остатки кирпичных сельских сельскохозяйственных построек вы есть фотографии вот но тут же было бы по сути советская деревня получается в сорок первом году ее либо сожгли в войну либо что-то с ней произошло и вот еще какая-то . валу это все составляют обычные граждане поисковики обычные просто любители прогулок либо просто человек приезжал мимо решил записать вики мобиль вот так вот громадный баллон на самой высокой точке на нем красной краской написано число 501 что это может быть его баллон хороший и поле хорошая наметка что можно вкопать вот на деревне у нас тут и стояла где-то может у дома вот эта карта чем удобно что люди пишут что от озера написали приближный что это не группа в общем вот так вот сайт мне очень нравится вот там больше точек уже в деревне самой современной спортивная база зенит усадьба курятник и так далее спортзал магазин тут что у нас такое нахуй баня водочная станция дача дача сгоревшая в 2001 2011 году и так далее свалкостроительных отходов вот так вот пруд интересно бобровая плотина вот и люди так пишут я живу сейчас скажу примерно здесь у меня есть тут леса хочу вам на примете показать интересное место я думаю будем заканчивать насчет этого видео вот например молота болота вот чуть ниже у нас тут идет шоссе вот у нас пруд смотрите заброшенный кордон куча бревен и вот примерное место падения самолета миг-3 тут можно даже по истории снять вот и сайт даже куда отправляют люди и комментарии подписывают примерно место падения обнаружения самолета миг-3 старшего лейтенанта великого гри и также переходим на сайте и вот у нас видео где поднимали и пост что нашли вот такой вот самолет и поставили в лесу памятник то есть по вики-мапе можно очень много интересных мест найти по сути мы найдем например болото как он болото пруд если нашли вокруг пруда можно покопаться поискать рыбаки везде всегда были они могли терять монет потому что первые видео мои были не около речки ходил и собирал просто советские монеты вот такие сайты сегодня у нас были я думаю новичкам не очень помогут разбираться в картах смотреть вообще места для купа и так далее если вам было полезно видео поставьте лайк и всем до скорого всем удачи в кобе всем пока пока пока